Добрый день, уважаемые любители спорта и физкультуры! В эфире очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульянска» и ее ведущий Михаил Рассашанский. И сегодня в нашем выпуске мы посмотрим о том, как прошел семинар, организованный конфедерацией «Единоборс», посмотрим соревнования по гребле на Байдарках и Каноэ, поучаствуем в тренировочном сборе по русскому хоккею и погоняемся в парусной регате. Поэтому не случайно гость сегодняшней нашей студии, председатель Федерации парусного спорта Ульянской области Станислав Рачков. Здравствуйте, Станислав! Добрый день! Известно, что Ульянск – это город двух рек, но для парусного спорта важна не только вода, но и ветер. Вот если его нет, что нет движения вперед, как без ветра обходитесь? На самом деле, если нет ветра, то их смены гребут парусами. Но на каждой яхте обязательно присутствует весло на экстренный случай. Ну а тех, кто гребет не только парусами, но и в основном веслами, наш следующий сюжет – чемпионат Ульянской области по гребле на Байдарках и Каноэ. У 25-летней Варвары Барановой есть реальный шанс пробиться на Олимпиаду в Токио. Для этого ульянской спортсменке надо заехать в четверку лучших на чемпионате России на олимпийской дистанции 500 метров – чемпионат страны в Москве через неделю. А пока Варвара размялась на родной Свияге, где прошел чемпионат области по гребле на Байдарках и Каноэ. Эти старты для нас просто как контрольные в основном. Ну, так как соревнования – это лучшая тренировка. Реди, сет, гоу! Баранова, естественно, была вне конкуренции, выиграв все три дистанции, на которых стартовала на 200, 500 и 1000 метров. Выиграла Варя с большим отрем, соревнуясь даже не с соперницами. Со временем больше. Ну, потому что сейчас в Ульяновске никто особо не может пока мне составить конкуренцию. И все очень молодые, но перспективные спортсмены. Среди молодых перспективных, например, 17-летний КМС Артем Еремин, который был лучшим на дистанциях 500 и 1000 метров. Лично на 200-метровом спринте Артем полсекунды уступил опытному Алексею Чичакову, который взял золото на марафонской десятке. Среди перспективных талантов числится и Баранова Валерия. Младший из сестер на днях присвоено звание мастер спорта России. Сестра очень сильно мне помогла. Только благодаря ей, можно так сказать, это все случилось, потому что она намного сильнее. И в экипаже легче достаться. Ну, намного легче получить именно в экипаже, чем в одиночной борьбе. Вот Варя меня, можно так сказать, вытащила на мастер спорта. Первым тренером у сестер Баранов был Михаил Лавыгин. Затем с девушками стал заниматься и родной отец, который сам в прошлом из этого же вида спорта. Алексей Баранов счастлив, что вырастил двух мастеров спорта для региона. Но еще многое нужно сделать для ульяновской гребли. Наша была массовость, нужно маленькую реку привести в порядок. Построить побольше баз по акватории реки, чтобы был доступности наш вид спорта. Таланты появляются. Очередные звездочки могут зажечься уже сегодня. В эти дни на Савиаге стартовал очередной турнир. Перенство области среди юношей и девушек. Ждем новых Барановых. Ну что ж, романтика, природа, вода за бортом. Ну я знаю, что вот вы, Станислав, парсным спортом занимаетесь уже много лет. А до этого были какие-то походы в другие секции спортивные? Ну конечно, да. Я вырос в таком прекрасном городе, как Ульяновск. И очень много видов спорта, которыми я занимался, увлекался. Это и мальчишкой зимой мы гоняли на катке в хоккей. Я занимался биатлоном и много всяких видов спорта. И даже занимался вольной борьбой. Да, вольной борьбой. А сейчас сможете с борцами в партере побороться? Ну я думаю, что в моем возрасте я способен, наверное, только на борьбу с умом. Ну что ж, а те, кто способен побороться в партере, наш следующий сюжет. Двукратный обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Ульяновс Михаил Елизарев спортивную карьеру завершил четвертьека назад. Но до сих пор слывет непревзойденным мастером борьбы в партере. Вот за счет этой так называемой гусеницы все равно я его выпрямлю. Броски в стойке в греко-римской борьбе очень сложно сделать. Поэтому все решается, можно сказать, в партере. Кого первым поставят, кого вторым. И кто сделает прием в партере, как правило, выявляют. Елизарев частый гость различных мастер-классов для юных спортсменов и семинаров для коллег-тренеров. Но очередная встреча особенная. В областной школе борьбы собрались представители шести видов единоборств, чтобы обменяться опытом борьбы в партере. Тудаистам не хватает плотности. А у греко-римского стиля борцов плотности достаточно. И вот мы специально привели ребят, чтобы они получились вот этой плотности. Здесь именно вот такой, как бы, скрепощает общение. Дает возможность ребятам уже более широко посмотреть, что кроме вольной борьбы есть еще другие виды спорта. Греко-римская и вольная борьба. Джудо, самбо, джиу-джитсу и грэпплинг. Спортсмены и тренеры этих видов единоборств решили, что раскрыв свои секреты, нисколько не потеряют. А наоборот, приобретут то, чего у них не было раньше. Инициаторами такого необычного семинара стали мастера джиу-джитсу. Есть цель раскрыть, показать красоту своего стиля. И, опять же, поделиться, возможно, своими тонкостями для того, чтобы улучшить борьбу другого стиля. Реглавин семинара жесткий. Каждой федерации дается четверть часа, чтобы показать нюансы своих приемов в партере. Но и этого времени участникам встречи хватает понять. Даже признанные мастера одного вида единоборств в другом виде могут почувствовать себя начинающими юнцами. Спорту отдал большую часть своей жизни. И думаешь, почему же у ребят это все так просто, отточено, а у тебя это не получается. Конечно, немного задевает, но век живи, век учись. Я уверен, что эти встречи будут взаимополезны представителям различных видов. А главная идея – это укрепление дружеских связей между ульяновскими борцовскими федерациями. Около двух часов продлился семинар борьбы в партере. Темой следующей, по дуной встрече, говорят организаторы, станет изучение ударной техники в различных видах единоборств. Ну что ж, лето у нас в самом разгаре. А чем яхтсмены занимаются зимой, когда Волга подо льдом? Парусный спорт – это достаточно сложный технический вид спорта. И зимой мы готовим свои лодки к сезону, к лету. Мы красим лодки, шьем паруса. Мы также, каждый яхтсмен должен быть хорошо подготовлен физически. Так как это водный вид спорта, мы должны хорошо плавать, мы ходим в бассейн. Мы занимаемся общей физической подготовкой, бег, иногда играем в хоккей. А где играете в хоккей? Вы не поверите, но мы играем в хоккей на Волге. Расчищаем от снега лед и ставим ворота, обозначаем площадку и гоняем на коньках с клюшками. Наверняка турниры есть? Да, у нас зимние турниры, мы собираем их с Венов и устраиваем соревнования на льду. Ну а вот наш следующий сюжет о профессионалах русского хоккея. И давайте побываем на семинаре, который привезли в Ульяновск специалисты из Москвы. Фокки-лидер в заводе Ульяновска – очередная тренировка. На льду юные хоккеисты. Ведет это занятие экс-наставник хоккейной Волги Вячеслав Манкас. Игровой момент заключается в чем? Что здесь стоит соперник, и здесь у него лежит клюшка. Может быть два соперника, может быть две клюшки. То есть вы показали сюда, и с этой ноги перебрасываете клюшку. Вот для этого существует это упражнение. Эта тренировка в какой-то степени уникальна. Она первая в рамках летнего тренировочного лагеря, который в эти дни стартовал в Ульяновске. Акцию, аналогичную проектом в Континентальной хоккейной лиге, организовали экс-игроки дубли Ульяновской Волги. Братья-близнецы Илья и Кирилл Фадеичевы. Мы ждем от этого проекта, чтобы действительно мальчишки получили большие эмоции. И, конечно же, роста, роста хоккейного роста, чтобы они пришли в свои команды и уже были очень подготовлены. То есть уже на 2-3 главы выше своих оппонентов были. Около 20 воспитанников хоккейной школы Красногорского Зоркова, а также несколько юных хоккеистов Ульяновской областной хоккейной школы, участвуют в летних тренировочных сборах. На ледовых занятиях им набираться мастерства катания на коньках и учиться финтить клюшкой. Кроме того, предстоит много бегать и прыгать, чтобы окрепнуть физически. Я узнала очень много нового, что надо прыгать в ноги, чтобы забрать мячик. Как правильно вести себя с игроком, который хочет себя вести. Кроме Манкоса, секретами хоккейного искусства признаны поделиться известные мастера Бенди. Например, один из лидеров нынешней Воги – нападающий Александр Степанов. А также воспитанник Ульяновского хоккея с мячом, ныне игрок Кировской родины Денис Тацаров. Как обыграть соперника один в один, поведает еще один экс-волжанин – Сергей Улазов. Прогресс он будет в любом случае, вот абсолютно. Потому что двухразовые тренировки в таком объеме, они не могут не дать положительного результата. Просто здесь нет цели добежать от А до Б. Здесь цель развиваться. Две тренировки в день – утром на льду, вечером на земле. И так две недели – до 18 июня. Этот проект братья Фадеичевы планируют сделать ежегодным. Станислав, а скажите, в чем сила парусного спорта Ульяновской области? Мы имеем очень хорошую, уникальнейшую акваторию, на которой можно готовить профессиональных яхтсменов. Это открытая вода, это хороший ветер, волна. И яхтсмены, которые тренируются на этой воде, получают уникальный опыт, который они могут использовать на любой акватории во всем мире. Неужели нет проблем? Неужели все так безоблачно, как небо летнее над Волгой? Ну как же, без проблем у нас никак не получается. Самая главная наша проблема – это отсутствие возможности детям правобережья заниматься парусным спортом. И благодаря Министерству спорта мы организуем сейчас секцию на базе школы морского многоборья в центральной части города. Нам выделили ставку, сейчас прорабатываем вопрос по матчасти, и наши детки смогут заниматься парусным спортом. Станислав, а вы ведь не так давно руководите федерацией, всего 4 года. Откуда берете опыт и знания? Любой яхтсмен – это, прежде всего, управление, справляющий яхтой, поэтому опыт управления имеется. Но, конечно же, очень хорошо, что меня пригласили, и я закончил курсы по повышению квалификации руководителя федерации Российского международного олимпийского университета в Сочи. Уникальнейший опыт, уникальнейшие люди, люди, которые провели Олимпиаду, чемпионат мира по футболу в России, они передали свой опыт, богатейший опыт, которым мы сейчас пользуемся. Ну, а мы сейчас переносимся на Волгу, где проходит очередной этап вашего проекта «Семь ветров». Ветер, пумари гуляет и кораблик подгоняет. В нашем случае ветер гуляет по акватории Куйбышевского водохранилища в районе Ульяновска и подгоняет несколько спортивных яхт. Участников уже традиционной регаты «Семь ветров». С погодой им повезло. Ветер позволяет разогнаться до шести узлов в час. Прилично для этого класса гоночных яхт. Отличные условия. Ветер довольно стабильный, немного заходил, но в общем целом приложило несколько раз с порывчиком ветра. Но так я считаю, что самый оптимальный вариант для гонки. Самый драматичный момент гонки. Экипаж яхты «Идель» идет в числе лидеров. Но при смене направления команда решила поставить дополнительный парус. Однако случился казус. Спинакер запутался в вантах. Около трех минут экипаж потратил на то, чтобы исправить ситуацию. Но время было упущено. Идель финишировала последний. Я как бы за весь экипаж скажу. Не всегда все получается, но тем не менее мы стараемся приходить с позитивным настроем. Стараемся сделать выводы. Будем тренироваться. Проект «Семь ветров» – это не одна, а сразу 12 гонок. Каждую летнюю среду вечером после рабочего дня. Ведь в экипажах собраны любители яхтинга. Большинство из них ходят под парусом не больше двух лет. Некоторые – и того меньше. Правда, есть и зубры. Например, у команды яхты «Пинта» опыт участия в регатах различного уровня более 40 лет. Они главные претенденты на победу в проекте «Семь ветров». Проект очень хороший. Это, во-первых, позволяет нам не забывать про парусный спорт. У нас редко бывают соревнования. Во-вторых, это очень сильно расслабляет человека. Помогает в жизни. Настроение, физическая нагрузка, свежий воздух. Все положительные эмоции. Используя ошибки конкурентов, яхта «Пинта» пришла первой к финишу. За ними к причалу пришвартовалась команда «Айсберг», которая в предыдущую среду финишировала первой. И замкнула тройку призеров яхта «Грин». До конца лета участникам предстоит еще 10 гонок. А в день города, 12 сентября, финальные старты, где и будут разыграны главные призы проекта «Семь ветров». Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Всем нашим спортсменам пожелаем побед и успехов, а яхтсменам отдельно попутного ветра. С вами был реальный президент Ульяновской федерации парусного спорта Станислав Рачков. Ну а с вами был реальный спорт Ульяновской. Это я, ее ведущий Михаил Рассашанский. Увидимся через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова